здравствуйте здравствуйте добрый вечер с некоторыми мы вчера уже виделись но сегодня у нас будет новая тема даже независимо от того были у нас вчера или на вебинаре или нет сегодня мы даем другую тему и другой рассматриваем подход но прежде мне несколько слов скажем те кто нас видят первый раз кто мы чем мы занимаемся да понятно там суралея александр авраам левинтов и мы да то есть я вообще там раньше невропатолог занимаюсь много разными так скажем альтернативными еще видами лечения и мы вместе проводим квест такой да у нас есть такая программа квест отношений система комплексных тренировок для развития отношений и также есть программа как формула выбора партнера и как быть в начале пути и кто уже со стажем и так далее различные нас именно как есть тренинги есть вебинары есть лекции разные формы работы мы сами все время тоже как бы совершенствуемся учимся проходим различные тренинги и то есть и александр является тоже уже тренером и коуч и семейный консультант я также всем этим занимаемся везем консультации для парка вот для проводим это вместе ну мы мы жили в разных странах в россии москве в америке и в израиле вот сейчас семь лет уже живем то есть мы такие семья путешественников но в каждой стране мы так лет по десять уже пожили поэтому это не просто такое перебегание с места на место укоренение потом снова переезд то есть мы немножко знаем разные ментальности разные как как в разных странах по-разному это все все вот так вот вот все вот это немножко про нас окей а сегодня наша тема это как даже смотреть семья как команда что это такое и как этого можно подойти так скажем со всех точек зрения для начала как обычно мы задаем вопрос мы начинаем всегда с вопроса чтобы понять кто с нами физически ментально эмоционально эмоционально зачем нам нужен партнер в отношениях особенно это актуально конечно для современного мира для еврейского религиозного мира это звучит конечно вообще дико но для обычного мира оттуда откуда мы когда-то пришли это это вопрос сегодня очень актуальный да ну и нам его задают постоянно на самом деле поэтому вот с этого вопроса мы начинаем зачем нам нужен партнер в отношениях просьба написать в чате ваше мнение просто коротко на три слова до 1 2 3 слова зачем нам нужен партнер в отношениях для самосовершенствования так чтобы не быть одной чтобы вместе расти дополняем друг друга поддерживая еще какие делить радость и неприятности на двоих о классно чтобы было кем командовать это мне напоминает у нас когда предпоследняя дочка мне был один раз тени когда я близко мы проводим всегда мы отмечаем резкий день рождения и очень важно у кого и резкий день рождения что он дает броку всем членам семьи ну и не только членам там друзьям знакомым но мы обязательно такой день выделяем вот когда она была маленькой было лет пять она просила что был еще бэйвичка просили зачем вы чтобы не было тоже кем командовать наши сергей командует она матча и вот чтобы вы что было тем командовать чтобы было кем командовать это то же самое тот же самый человек написал чтобы не быть равно равноправие в семье и уважение друг друга для самооценки для самооценки да но на самом деле все ваши ответы правильные в той или иной степени это это действительно так и есть мы здесь больше спрашивали зачем нам нужен партнер в отношении то есть зачем человеку нужен партнер для цельности вот получается так что в принципе современное общество она делает вызов вот устоявшимся так скажем традиционным нашим ценностям да она говорит но зачем партнер нужен ну в принципе ты все можешь один или одна сделать вот то 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 в принципе но партнер он получается с ним только проблемы одни потому что нужно к нему как-то приноравливаться вот им нужно там еще командовать успевать чтобы собой был успевать командовать нужно еще кем-то командовать там да вот то есть в принципе человек самодостаточен у него все есть то что ему нужно все он захочет детей завести тоже есть разные способы сегодня тогда и через медицину и так далее все это сделать так как и все и все это будет или взять кого-то здесь дома и так далее то есть в принципе сегодня по большому счету современное общество дает вот такой вот вопрос на который на самом деле нужно еще подумать как ответить да но наша еврейская традиция отвечает на него достаточно прямолинейно мы говорим что партнер нам нужен как всевышний сказал нехорошо человеку быть одному и тут же он говорит всевышний что создам его эзер конекдо помощника напротив него это противоречивые такие вещи до эзер это помощь конекдо напротив но получается что именно для этого и всевышний разделил до первого человека и сделал два человека которые потом должны соединиться и на самом деле все в этом мире подчинено одной простой цели для чего человек именно в этом мире мы сейчас не говорим про алам оба про будущий мир мы говорим право мазэ про этот мир этот мир нужен для того чтобы мы здесь преодолевали себя мы партнеры всевышнего в творении есть здесь определенную всевышний сделал этот мир не доста с недостатком этот недостаток он зашел у нас внутрь после греха первого человека и в принципе этот недостаток мы должны сами внутри себя мы должны его исправить и в этом и состоит наше партнерство со всевышним в этом и есть цель творения для того чтобы мы здесь росли развивались через это исправляли этот мир и в основном эта работа с самим собой не с кем-то другим не с дядей не женой а именно с самим собой или с мужем вот но оказалось что для того чтобы самому себе расти развиваться человек человеку очень трудно самому себя оценивать саму себя находить с точки до направления и находить какие-то точки где где же мне нужно вырасти да и вот на тех противоречиях то что мы говорили вот вчера до на том противоречии что есть какие-то моменты где действительно я сталкиваюсь с тем что она вот я думал так моя карта мира вот такая вот я встречаюсь какой с каким-то другим мнением и я должен его каким-то образом принять понять у нас как я вот сказано что мы должны учиться у всего у всех вот неважно какого уровня где кто какой человек мы у всех можем чему-то научиться даже у самого самого злодея мы можем чему-то научиться как я вот говорю что у всех надо чему-то учиться да поэтому не говоря уже про праведников да у них вообще многому виду всему можно учиться там бесконечно поэтому вот здесь и зарыта вот эта вот вещь что к иногда означает что человек напротив зеркало наше которое показывает нам как отражение где эти точки роста в которых нам нужно учиться мы не очень прислушиваются к этому обычно мы раздражаемся на это обычно нам это не неприятно и так далее но если это правильно делать если правильно прислушиваться тому что происходит вокруг тебя и особенно то что тебе говорит твой партнер даже может быть ты обижаешься него и считаешь что это он 18 раз неправ но на самом деле вот этот партнер он специально созданным все вышли таким образом чтобы показывать где эта точка в которой тебе бы нужно вырасти и развиться если ты его пройдя преодолеешь то в этом и есть смысл партнерство и здесь конечно можно сказать о том что семья как команда да это самый лучший способ именно вот роста и развития и вот преодоление этих противоречий преодоление себя и внутреннего роста здесь нужно понимать что об этом все говорят что идеальных людей нет не мы не идеально и не супруги не идеальный хотя нам конечно же особенно там в детстве юношески там представлялось что есть какой-то идеал такой до которому надо вот человек там на белом коне там такое это он идеальный принц или наоборот она принцесса такая вся идеальная так далее вот и мы вместе такая идеальная пара и тогда по одиночке мы не можем быть идеально потому что каждый из нас не может быть просто вот цельным цельным человеком который вот все 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 вот все объемлет так скажем да мы сейчас подойдем что мы имеем под этим ввиду чуть попозже но вот вместе вместе мы взаимодополняем друг друг вместе мы становимся единым целым вот надо понять в чем это да и и единость и цельность так скажем мы сейчас немножко поговорим про это это вот как раз тема нашего вебинара потому что тогда получается вот эта команда и тогда получается единство и цельность и вот понимание вот этого что вместе мы можем быть идеально действительно структурой такой системы до любая живая система семья это тоже живая система понимание вот этого а также осознание влияние наших поступков на окружающих стремление исправить свои недостатки да то что мы говорим работать над собой есть истинных секрет счастливой семейной жизни и можно тоже да сказать что вот смысл партнерства или смысл брака не в части а в росте и развития того что мы двигаемся мы развиваемся создаем цвет над эту идеальную взаимодополняющую взаимодействующую команду и таким образом тогда да мы двигаемся растем и приближаемся к сегодняшним да что мы имеем ввиду под тем что невозможно человеку быть идеальным но но двум людям уже можно быть целью и сегодня мы хотим рассмотреть такую модель это есть такой так скажем в бизнесе бизнес-консультант и цикадизос он еврей и создал у него книги переведены где-то порядка на в районе 50 языков мира у него очень много институтов ой сори пятьдесят пять институтов и перейти на книжке назваться два языка мир и он сейчас он живет в калифорнии сам где-то из-за района македония вот и такая традиционная еврейская семья и и взяли его модель который предлагает для бизнеса который бизнес как система как команда и вот эту модель вот эту систему перенести на семью да и мы будем рассматривать его в рамках семьи и и перенесли кстати пара из израиля скили руд модель вот они они нас летов эту эту модель как с ролей сказалось семейная консультированная в семью и и вот мы про нее хотим с вами поговорить потому что это как раз подход такой вот в семье как команде семье как команде это на самом деле он 71 года он работает в этом 49 лет уже этой модели на самом деле который он развивает действительно у него 50 клиентов 52 странах мира у него 20 его у него есть института дизиса 20 странах мира то есть но это если вы погуглите очень известный человек он говорит о том что есть четыре роли как в команде бизнес команде так и в семейной команде двух людей в семье может быть даже больше людей когда появляются дети они тоже вливаются в эту семейную команду есть четыре роли все равно сколько бы ни было людей в семье двое трое пятеро десять 15 все равно есть только четыре роли если эти четыре роли присутствует семье больше 50 процентов то каждая из которых до бочки десяти процентов то он говорит о том что это крепкая семья и эта семья может справиться с любыми так скажем реалиями сегодняшнего дня любыми испытаниями она их пройдет успешно и и станет только сильнее эти витамины также как вот есть витамины там c до без которого там будет но когда люди там ездили куда-то там плыли в медицинга холодные страны да там уже не было где не было солнце фруктов и так далее да то цинга возникал да и заметили что весь витамин c добавлят фрацион да то ее нету да то есть для того чтобы быть здоровым короче нужны сбалансированные сбалансированные витаминный набор поэтому он использует эту метафору витамины четыре витамина которые называются так четыре роли вот эти да это производитель продюсер у нас написано production это это продюсер это тот человек который отвечает за производство результатов или осуществление любой деятельности мы сейчас поговорим подробно да чтобы вы поняли и немножко оценили сколько процентов у вас вот каждый каждый из этих ролей сразу думайте в такой шкале от нуля до ста вы можете сейчас себе написать на листочке да вот эти четыре витамина и и аль и когда мы будем про каждый витамин рассказывать вы себе ставьте такую там галочку о это у меня есть или у меня этого нет там ставите на ворот все там минус это что у вас есть потом посчитайте где у вас больше галочки какие у вас витамины присутствуют и это очень классно потом обсудить со своим партнером как что он думает и насколько выяснили любопытные факты я думала что можете подумать какой-то витамин тоже такая загадка что я считал что это очень сильный витамин моего мужа потому что у меня он очень такой не сильный мягко говоря достаточно мало выражен и я считаю что это вообще его сильная качество сильный витамин потому что он этим все время занимается вот и когда мы это разбирали выяснилось что оказывается вообще никак он это не любит он это терпеть не может и он вынужден этим заниматься потому что но я так вообще этим не буду заниматься вот по ходу так мы будем рассказывать какие-то если будут варианты и идеи как вы думаете про какой витамин у нас шла речь такой спорный вы можете потом в чате это написано значит а мы сейчас говорим с вами про первый витамин это витамин пи который это витамин который работает на результат да для него очень важно эффективность какой будет эффект какой будет результата есть такая модель когда человеку важен просто процесс а результат уже не не столь важен ему главное вот как как это происходит в процесс ему интересен а про результат он так не думает то значит витамин пи он думает про результат ему очень важно вот эта эффективность кпд так скажем да и этот человек который практичный он действительно если он за что-то взялся он в общем то доводит дело до конца стремится достаточно трудолюбивый даже немножко да вот это вот понятие трудоголик это витамин пи и здесь такой может быть немножко крен в минус что черт настолько работают заняты занят эти свои работы что ради чего он это делать вам скажет ради семьи а только настолько увлечен работой все время в работе что когда в отпуск вакейшн он тоже работает выходные работает и тогда это семьи уже нет а он все работает ради семьи да это такой немножко может быть крен в сторону и для них очень важно еще раз продуктивность не с это люди которые ну так сказать терпение не их самые сильные черта это точно потому что нетерпеливый результат нужен результат здесь и сейчас прям сейчас и это люди которые достаточно эффективно и они видят если кто-то что-то не так делает и медленно не так и так далее все он уже лучше сделается и это будет потому что это будет эффективнее и он иногда человеку даже тоже в семье дать человеку можно дать место чтобы он научился этому это не важно ваш партнер ребенок какая-то это его не сильно странно надо человеку дать место чтобы он мог себя как-то в этом реализовать то здесь человек я сам все сделаю есть бывают такие вот джона который и ремонт сделать это говорят если об этом удивляются почему как бы муж вот этим всем домом не занимается ну потому что они лучше знают как сделать и а там не делали все 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 делают а потом опана а чему стратили с семьи занимается надо да вот это что это можно дать место это как раз вот это такой момент такой минус у этого витамина у всех витаминов есть знаете как а витаминоз это нехватка витамина, это плохо. Гипервитаминоз это тоже плохо, когда его слишком много. То, что будет везде баланс. И эти люди, они постоянно в движении, они постоянно в действии. И достаточно такой вот эффективный. Работают, да, на результат. Я вот, подумайте, насколько много угалочек у вас есть, которые соответствуют витамину Пи. От нуля до ста, да. Да, можно в процентах это посчитать. Здесь самое главное, что человек нацелен на результат. Он добивается результата любым способом. Его там ему говорят, нет, у тебя не получится, ты посиди, отдохни, посиди, подумай и так далее. Он не любит думать, он не любит размышлять особенно. Он хочет результат. Все. Это его главная черта. Значит, второй витамин это А. Administration. Соответствует администрированию. Это другое, чем Пи. А, да. Еще витамин Пи, он быстро разговаривает. Он же нетерпеливый. И он поэтому достаточно быстро говорит. А вот витамин А, он будет, как раз говоря, более медленно, более спокойно, более размеренно. Потому что витамин А, это который любит порядок, организовывает, структурирует. Да, вот у него все расписано. Планы, финансовые какие-то вещи, счета вести. И они любят, как бы, более традиционные такие моменты. Ну, больше традиционных. Они привыкли кушать что-то одно. И для них новое блюдо, это такое очень... К этому нужно подготовиться. Не просто так. Я вот привожу в этом плане пример. Есть одна семья. Мы были в гостях на Шаббат из Анферпена. И вот там уже больше 50 лет они живут вместе. Уже там у них дети выросли, внуки. И вот его жена... А жена такая очень эмоциональная, такая очень деятельная. Она может что-то новое приготовить. Он к этому даже не прикоснется. Он привык, как было в доме у родителей. Вот на Шаббат, вот на вечернюю трапезу такая еда. Там, да, там, допустим, чики-то, там, бульон с мацоболами, там, и... Дефилтофиш. Да, дефилтофиш. Причем, вот, дефилтофиш, так как она приготовлена определенным образом. Ты не можешь попробовать там другие соусы или какие-то что-то там французскую, китайскую кухню. Нет, вот то, как это есть. И никаким образом это нельзя изменить и поменять. Это только так, как должно, вот, как он привык. Вот администратирование, и он-таки, кстати, и его работа связана тоже, что он проверяет всех мошгихов, кашрут. То есть это очень-очень, да, достаточно скрупулезная работа. Очень важно. Поэтому это как раз у него витамин А очень ярко выраженный, и работа у него с этим связана. И также вот он в доме все должно... Витамин А не любит непредсказуемость. У него должно быть все такое, все определенное, все уже как бы размеренно. Заранее спланирован отпуск, все рассчитано куда, как и что, чего. Баланс вести, да, заранее. То есть это тот, кто знает, сколько, что нужно купить на неделю. То есть если у человека сильный витамин А, то продукты из холодильника не будут выкидываться и портиться, потому что будет куплено столько, сколько нужно. Не будет лишнего. То есть, да, вот, например, вот это тоже такое... все достаточно организовано, структурировано и так далее. Но и эти люди обладают таким еще качеством, что иметь внимание к деталям. И... то есть они должны все контролировать, все знать, кто с кем, что, чего происходит. И все это вот должно находиться под их контролем. И все должно быть четко, последовательно, логично. Бюджет должен вестись, все должно быть подсчитано, сколько, как, чего. Эти люди обычно ведут бюджет семьи. Вот. Это... Это витамин А. Вот то, что Суралей говорил, если витамин П, у него идет, так скажем, внимание все на результат, да, он хочет добиться результата, то для витамина А для него важен процесс. Ему даже не важно, какой будет результат в оконцовке. Но все должно быть четко. Все должно быть вот так, как оно должно быть. И это очень важно. И если где-то кто-то делает что-то как-то, не так, как обычно, не так, как обычно, как принято и так далее, то так нельзя. Это будет пресекаться, будет не пониматься и так далее. Хотя, может быть, другой человек это говорит, да вот уже все изменилось, нужно сейчас срочно быстро тут вот гибко как бы отреагировать. Он говорит, нет, мы реагируем вот так, будем реагировать вот так. Они больше такие традиция. Да. И вы видите, мы не говорим, что это плохо или хорошо, это просто вот... Это там, если это нужно. То есть в команде, да, если мы рассматриваем команду, если такого человека не будет, то как семья? Если этого витамина не будет? Да, витамина. Семья, в общем, долго не продержится, потому что финансовый, например, даже, да, вот баланс, сколько тратится, сколько получается. без витамина А, то есть как бы семья, она развалится, потому что это нужно планировать, структурировать и так далее, какие-то вообще, да, элементарные, минимальные вещи, потому что это очень-очень важный витамин. Вы ставите себе, помните о том, что вы ставите себе галочки или в процентах определяете, какой у вас витамин преобладает. Также пытаетесь отгадать, про какой витамин мы спорили, какой у нас больше-меньше, как мы тогда разошли с точки зрения. А мы переходим к следующему витамину, витамину И. Да, витамин И означает интерпренер, то есть предприниматель. Самый, конечно, самый шебутной, так скажем, витамин, он не дает скучать. Он постоянно реагирует на все изменения, которые происходят вовне или внутри семьи. Реагирует и адаптируется. Очень быстрая адаптация к изменению. Вы видите, как бы у каждого витамина есть свой, есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот у витамина П нацеленность на результат, добиться результат. И работоспособность. Витамин А это нацеленность на процесс, на то, чтобы все должно быть четко, понятно, аналогичная структура. Витамин И это очень быстрая адаптация к изменению. И плюс, очень важный такой момент, что это любознательность. У нас есть, можно так сказать, что любознательность, это, говорят, ваген молодости. И очень важно, мы тоже по Торе знаем, что когда у человека сохраняется вот эта любознательность, это качество, человек тогда не стареет, он дольше сохранит молодость, ему все интересно и, да, работают мозги и так далее. То есть в этом плане это очень-очень важный витамин и за счет него на самом деле люди как бы знакомятся, особенно это очень важно в начале, да, вот когда идет такой так цветочный, букет на конфетный период, да, то есть так все время что-то придумывать, что-то необычное, что-то интересное, пойти туда, где никогда не были, сделать какие-то необычные вещи, это привносить какие-то новые вещи, да, если витамин Э, это традиция, вот как все у нас есть, так и будет, а здесь что-то новое как-то, и это тогда развитие, потому что если только-только так, то нет никакого развития, мы никуда не двигаемся с помощью витамина Э, мы развиваемся, мы двигаемся, какие-то новые идеи, какие-то, это воображение, это любознательность, изобретательность и так далее, да, такой энтузиазм, какой-то, скажем, вот, если это паровоз, да, вот двигатель, кто-то в семье, кто-то будет вот таким толкачем, толкачем, то это витамин И, да, обязательно вот эта энергетика в этом плане отойдет от витамина И, но, да, какие есть, такой минус, допустим, витамин И может не довести дело до конца, он загорелся, он дал идею, он как бы уже продвижение, но довести вот это до конца без витамина Пи один И не сможет, да, то есть они все друг с другом взаимосвязаны как команда, чтобы, да, принести результат и дать какой-то, тогда вот, так скажем, эффект. Это вот то, что достаточно-таки веду вебинар, осознанная спонтанность, это у меня такая любимая тема, это очень-очень важно для того, чтобы, это важно в отношениях, это важно просто человеку для того, чтобы сохранять эту молодость сразу и развиваться, это залог того, что человек развивается и растет за счет любознательности, за счет этой гибкости движения, за счет вот этого витамина И, он очень-очень важен, но если его слишком много, то мы не достигаем результат, с финансами тоже непонятно что, потому что нету витамина А, Эй, и поэтому это должно быть, да, тоже вот это в команде. Да, ну и витамины И, конечно же, это самые лучшие лидеры, да, они вдохновляют людей, они ведут за собой людей, и это лидеры, которые видят целостную картину, для них это очень важно, целостно все видеть, да, детали их не очень интересуют, в отличие от Эй, например, которые все в детали. Они видят масштабно. Да. В общем, это очень нужный витамин, без него, особенно, вот когда семья уже живет лет 15, вот этот витамин, он угасает, он угасает в себе, тогда рутинно, все становится рутинным, очень хорошо ведется бюджет, научились вести бюджет, научились как-то друг с другом взаимодействовать, притерлись и так далее, а результаты добиваются, достигаются, но теряется вот эта вот спонтанность, теряется вот эта любознательность, теряется любознательность друг к другу и так далее. Вот говорят, что мне кажется, что чистых типажей нет, в каждом что-то есть, конечно, так и есть, поэтому мы и просим вас поставить проценты, спасибо, Наталья, за вопрос или за, так скажем, такую корректировку, да, поэтому мы и просим поставить проценты, потому что каждый из этих витаминов присутствует в людях обычно, обычно, но бывает такое, что... Да, поэтому ставьте проценты, Наталья, вот от нуля до ста, каждый витамин от нуля до ста, то есть они не должны вместе в сумме дать сто, каждый из них дает от нуля до ста, один может быть 70, другой может быть тоже 70. Какой-то 0, какой-то 25, это вы уже сами считаете. Так, и у нас последний витамин, это витамин Ай, это очень-очень важный витамин, потому что без него невозможно никакая команда существовать, она просто рассыпется. Это такой, как бы, знаете, клей, глина, который всех, как бы, вот соединяет. То есть это тот, кто умеет договариваться, вот такой дипломат, который больше... То есть он соединяет людей, пойти на уступки, договориться, пойти найти какие-то компромиссы, найти какие-то... какое-то взаимодействие так, чтобы всем было хорошо, да, чтобы всем было какую-то экологичную составляющую в команде составить. И... Но при этом, если витамин Ай, его очень много, то есть вот он настолько бесконфликтный, да, мы даже можем сказать, что это так, бесхребетный, на самом деле, что он не хочет этих конфликтов, он все везде, все разрешает, все позволяет. Главное, чтобы не было ссор, главное, чтобы дома было тихо. А потом, через это количество лет, выясняется, что с одним ребенком эти проблемы, с другим другие проблемы, третья, там уже тоже, там уже понятно, кто где, другие члены семьи, то есть когда, да, тоже должны быть границы, это как бы должны быть вот эти, вот такая грань, да, это как из понимания, что хэсэд, добро, оно, у него тоже должны быть берега. Как, например, Авраам, мы знаем, что, да, наш протест Авраам, он, это вода, майм, абсолютно такой хэсэд, а Сара была вот берегами, как берег, границы, потому что иначе все разрешается, все позволяется, и это приводит к не самым правильным вещам в итоге, поэтому очень важно, чтобы были эти берега, были эти границы. Поэтому этого витамина, если Ай много, это тоже плохо. Мне кажется, что из Торы, вот такой пример витамина Ай, но это вот мое мнение, может быть, со мной не согласитесь, это Аарон, брат Маше. Вот он постоянно занимался миром, да, вот он постоянно устанавливал мир между одним и другим. Он к одному приходил, говорил, что тот про тебя на самом деле, вот уже он раскаивается, очень переживает, что поссорились, и к другому то же самое говорит. То есть у него постоянно вот такой вот мир, да, даже когда люди пришли делать золотого тельца, он сказал, ничего, ничего, вы давайте принесите мне там вот эти вот эти, то есть он не стал им говорить, да вы что, ребята, ну вы неправильно делаете и так далее, да, это не потому, что он считал, что они действительно правильно делают, в коем случае, хас в шалом, да, но это его застремление к миру, да, чтобы не, и даже такие люди, чтобы они как бы, дать им еще время, дать им время раскаяться, передумать, подумать, этого не произойдет, и как-то это все придет, придет лидер, Машера Бэйну, и вот все это разрешится, как бы, да, надо протянуть время просто, то есть никогда не войной, а всегда мира, и вот это витамин А, витамин А, это на самом деле интегратор, это называется Ай, интегратор, да, это роль, и здесь самое, самое важное, что, чтобы все были довольны, как раз за команду, за командный дух, и за саму команду, вот если мы говорим про семью как команду, отвечает в большей степени вот этот витамин Ай, почему? Потому что Пи, он умеет хорошо достигать результат, в этом его важность, этого витамина, Ай хорошо делает порядок в этом всем, да, чтобы это, чтобы сам процесс был организован правильно, эффективно, витамин И, он делает так, чтобы на этом длинном пути возникают всякие разные препятствия, возникают изменения в жизни разные, да, жизнь меняется, иногда страны меняются, и нужно адаптироваться к этому, это, это, это большая сложность, постоянно, постоянно быть любопытным, постоянно адаптироваться, изменять себя, семью, вот этим вот изменениям, которые происходят, да, а вот витамин Ай должен вот этих всех, так скажем, звезд, всех этих лидеров, так скажем, он должен соединить вместе, чтобы это была одна команда, вот за командный дух, за команду, за взаимное доверие, уважение между друг другом, этот витамин отвечает, и он очень важен в семье, практически на всех стадиях развития семьи, мы сегодня не будем, к сожалению, у нас нет времени говорить о стадиях, жизненный цикл семьи, о стадиях развития семьи, на каждой стадии важны одни витамины, и немножечко как бы менее важны другие витамины, но мы вот эти стадии, мы не сможем сегодня рассмотреть, пройти это на отдельных наших вебинарах, но вот этот витамин А, он должен быть на всех этих стадиях, потому что вот команда поддерживать вот этих звезд, все время соединять вместе, иначе они разбегутся, один скажет, да ты что, не идешь к результату, а другой скажет, ну ты что, не понимаешь, что здесь должен быть порядок, и все это вот традиционно, вот так все должно быть, как вчера, потому что иначе мы тогда развалимся, да, и они просто разбегутся, их нужно постоянно соединять, эти витамины вместе. И здесь еще очень важно, да, чтобы понять, какие вам поставить галочки, это сильные стороны, да, кто вот этим витамином, это люди, которые умеют выслушать, умеют понять, и у них, они обладают таким качеством, как эмпатия, да, у нас есть прям отдельные тренинги про эмпатию, насколько это важно в коммуникации, проявлять умение именно проявить только эмпатию, это меня слушать, понять, прочувствовать как бы человека, без каких-либо там советов, советов и оценок, то есть это то, что характерно витамина А, и так для них также характерна гибкость, да, гибкость больше всего обладает витамин А и витамин И, витамин А, например, гибкости меньше всего, а у витамина П плюс-минус, если зависит от этого эффект, да, он тоже будет это проявлять, но больше это всего для витамина А и И. значит, сейчас попробуйте себе поставить, как вы предполагаете, нам еще дальше немножко про это поговорим. Я до этого хотел еще один важный момент сказать, что Адизес говорит о том, что нет такого человека на земле, вот он 49 лет уже исследует именно вот эту модель, с каждым годом он убеждается только в том, что она, эта модель работает, работает очень хорошо, он на этом строит целые команды, у него большие очень компании в его, так скажем, арсенале консультируются у него, так он говорит, что нет такого человека, у которого все четыре витамина были бы одинаково сильны, или даже вообще просто сильны, больше 50%, это практически, ну вот на его 4 нет, 3 может быть, как бы, но все равно один из них может быть даже больше, 50%, но чуть больше 50%, и 2 будут сильными, а в основном люди имеют 1 или 2 сильных витамина, один или два, вот, и это на самом деле, вот сейчас, когда вы будете это себя оценивать, да, вот когда вы ставите себе эти проценты, еще раз, пи, да, от нуля до 100 поставьте, пожалуйста, A от нуля до 100, E от нуля до 100, и I от нуля до 100. и если у кого какие идеи, про какой витамин у нас были, разногласия, да, между мной и Александром, но для этого нас немножко надо знать, ну может те, кто знает, мы даже сейчас рассказывали, уже все видно было, но вот, если у кого-то есть какие-то идеи, напишите в чате, как вы предполагаете, третий это I, а четвертый это I, и это мы по-английски говорим эти все буквы, да, P-A-E-I, Эта книга называется «Союз непохожих», написали, написали, мы можем потом поставить, в чате мы это поставим, ну кто-то догадался, про какой витамин идет речь, если вам интересно, возможно. Так, а я вот это хотела поставить, просто даем вам минутку, да, чтобы вы себе прописали, как вы предполагаете ваш процент, и подумайте, как у вашего супруга, или супруги, да, как вы предполагаете, сколько процентов P-A-E-I, и вам очень рекомендую, да, она уже слышала, правильно, витамин А, да, у нас как бы было, что у меня его совсем мало, и всем у нас, то, что касается витамина А, вернее, администратор, занимается у нас муж, в смысле, Александр, но я считала, что вообще-то его сильная сторона, все замечательно, все хорошо, а когда мы обсудили вот эти витамины, выяснилось, что нет, тут я их знала, через сколько там, лет 20, что оказывается, он не любит этим заниматься, не хочет, а я думаю, вообще ему очень даже нравится, потому что я так, банками я точно не буду, это не про меня, да, вот это все, так скажем. У Исака Адизеса есть страничка на русском языке, потому что у него в России тоже институт, вот среди этих 20 стран, Америка, Австралия, там и так далее, есть и Россия тоже, кстати, Сбербанк, это один из клиентов от Исака Адизеса, из российских компаний, так скажем, еще там некоторые, так вот, там на сайте тоже можно пройти этот тест, там будет более точно, здесь вы просто сами ориентировочно себе приписываете эти проценты, а на сайте вы можете это увидеть прямо и сделать этот тест. И если вы обсудите это со своим партнером, вам просто, во-первых, будет о чем поговорить, выйти на такое свидание, обсудить что-то такое необычное, интересное, и может быть, вы друг о друге тоже что-то такое узнаете. Конечно, в разных ситуациях преобладают те или иные витамины, зависимости, и мы сейчас поговорим о том, как, это тоже вопрос, который чаще, ну, очень часто, по крайней мере, задают, как сделать, как развить тот или иной витамин, и вообще, как это использовать. Например, да, то есть мы уже рассматриваем, конечно, витамин, но не когда только муж и жена, а уже когда есть дети, то есть все участники семьи, они все являются носителями какого-либо витамина, да, и команда витамина. потому что тоже команда. И, например, есть какое-то мероприятие, которое нужно провести, не знаю, это может быть организация свадьбы, бармит свои, или как провести отпуск, и вы можете задействовать всех членов семьи, зная их сильные стороны, и вы можете просто использовать их сильные стороны. Вы знаете, вот, допустим, вот этот ребенок прям такой с воображением все баруха шел, и ему дать, например, задание, что придумай, куда мы, как мы будем проводить, куда мы пойдем, что нам делать, там, не знаю, в каком-то парке, в какой-то город мы поехали, какие музеи, и так далее. Окей, на 100-то это, это выпивающая ягия, потом посмотрим, что начали. И мы в конце обязательно все вопросы ответим. То есть вы можете это использовать как сильную сторону, а можно, наоборот, вы видите, что у кого-то из членов семьи этот витамин слабенький. Дать задание на эту тему, как, например, это же очень важно, чтобы у человека был витамин П, хотя бы, если он вообще отсутствует, это очень тяжело, да, вот 0%, такое тоже бывает. Маленькое дело, дать, какое-то очень небольшое, это не важно, что, не знаю, помыть посуду и убрать посуду. Взять и вот книжки поставить, разобрать там, да, по темам или по размеру, это уже как у каждого, да, там своя какая-то структура. И чтобы он закончил это дело очень маленькое, постепенно это как бы увеличивать, да, чтобы, если ты начал дело, если ты пошел и занял с этим, помочь и так далее, но, чтобы довел человека это до конца. Например, витамин П. Витамин А, понятно, что здесь какие-то файлы, это какая-то структура, это какой-то баланс, хотя бы какой-то минимальный, хотя бы просто записывать, вот, да, сколько ты получил, чтобы поделить 10%, например, да, хотя бы вот, ну, это уже тоже нужно считать, и это очень, мне это очень тяжело, например, да, потому что у меня с витамином А не моя семья. пишет план, что мы делаем в этот день, и все это выполняют, то есть здесь же родители это финансируют, это они должны подтвердить, ну, как бы получить разрешение такое, да, что мы этим будем заниматься, но они это сами планируют полностью, то есть здесь и витамин А, А присутствует, и витамин И присутствует, потому что нужно придумать, составить план финансирования, получить у родителей, и мы, значит, едем этим заниматься. Это еще договориться нужно, там должен быть витамин А, иначе они там друг с другом все перессорятся, перебьются. Потому что это не хочет ехать на пляж, а этот не хочет ехать в этот музей, а мы хотим поехать в свадь или еще куда-то и так далее, то есть здесь как раз вот проявляются, витамин уже, да, они как бы вынуждены это использовать, но когда какой-то такой, например, серьезная свадьба, каждому дается, кто занимается, договаривается с кем-то насчет, там, не знаю, фотографа музыки, кто-то заказывает какие-то вот книжечки Берхат Амазон, кто-то занимается залом, кто-то занимается, выбирает кэтринг и так далее, то есть у каждого распределено, потом собрались там раз в две недели, кто что сделал, да, потому что, ну, должен быть, вот это с витамином А, Эй, сори, и этот витамин А, чтобы собрались и записали, да, вот галочку поцелк, ты это сделал, не сделал, нужна еще какая-то помощь, такой анализ. И собрались с витамином А и нужно, потому что, когда собираются все эти звезды со своими гениальными идеями вместе, очень важно, чтобы они действовали как команда, вот если мы сейчас говорим про семью как команду, это очень важно именно, чтобы это все соединить вместе, витамин А здесь очень важен. И еще я что хочу сказать, что вот Суралея сказала, что нужно давать тем людям, у которых есть вот сильный, так скажем, витамин, больше 50%, что такое сильный? Это там, где вы написали, например, больше 50%, это уже сильный считается, то вот мы бы здесь, я бы хотел здесь вам посоветовать, что чтобы вы давали именно своим детям такие задания, которые соответствуют их витаминам. То есть когда уже речь идет о серьезном проекте, там не нужно ломать человека и давать ему не его сильный витамин, ну, задание не из его сильного витамина. Это не нужно. Это уже сформированный, если мы говорим про ребенка уже 12, 13, 14 лет, это уже достаточно сформированный человек, который в плане витаминов, он уже сформировался. Единственное, что правильно Суралея говорит, что, допустим, если у человека яркий И, он такой весь адаптируется к изменениям, такой любознательный, такой вот все время там где-то что-то себе придумывает такой изобретательный и так далее, вот этому человеку, конечно же, хорошо было бы достигнуть, чтобы он научился достигать результата, достигать, завершать дела. Но здесь опять же очень важно понимать, что если у него витамин Пи 10, то поднять его хотя бы до 20-25%. Это будет уже очень классно. Это будет классно. Дальше не идите, не нужно, это невозможно, честно говоря, это просто вы сломаете его и потратите свое время, и так далее. Просто поднять процентов на 10, с 10 на 20 можно, поднять с 10 там на 40 или 50, это уже невозможно, поэтому даже не пытайтесь это сделать, наоборот, развивайте его сильные стороны, но поднимите, чтобы у него не было по нулям, так скажем, на каких-то витаминах по нулям. Вот это вот авитаминоз, он не нужен, конечно же, его нужно, вот это нужно там, чтобы был хотя бы минимум, да? Что-то, да, 10, 15, 20, вот туда куда-то уйти, и все, и на этом остановиться, да, вот дать ему такие первичные. И также витамин А, я бы нашел, да, какой-то хоть как-то умел договариваться, а не хоть минимум, хоть 10-15%, потому что если у человека абсолютно ноль, он никак не может другого выслушать, он даже не дает человеку договорить, он уже все знает, и все уже все понял, и все ясно, что вот это, если Ай абсолютно отсутствует, ну, тяжело с таким человеком жить, как бы так, как минимум. Здесь тогда нужно или ходить все время на консультацию к семейному консультанту, к психологу, который будет выполнять роль вот этого витамина Ай, и можно найти где-то его, да, кто-то это будет этим заниматься, тоже вариант на самом деле. Какой? Тоже вариант, если, когда вы понимаете, что в вашей семье витамин Ай, он там у вас присутствует на 10%, проблема. Можно взять себе помощь, не знаю, да, какую-то консультацию, там, финансового, там, бухгалтера, финансиста, который поможет вам вот разобраться с вашими, там, какими-то такими финансовыми моментами. То есть на сегодняшний день есть вообще много всего, как можно что-то плюс-минус привлечь для того, чтобы сохранить семью, чтобы она работала, существовала и так далее. Ну, единственное, что все-таки, что витамин И нужно развивать всем. Это залог нашей молодости. Я про свое, про свой витамин. А вода... Стролея со своим флагом, она всегда с ним ходит. Нет, но витамин, он же мотиватор, он же толкает. Да и что? И это, это нам говорит Торы, что любознательность, вот это любопытство, это залог нашей молодости и залог нашего развития. поэтому я за этот витамин. Но надо, чтобы три тоже как-то присутствовали в команде, иначе... Уже хорошо, что согласны, что другие тоже должны присутствовать в команде. Давай дальше пойдем. Значит, давайте немножко пройдем, уже у нас мало времени, я еще хочу так все это так, чтобы в конце мы, да, синтегрировать, когда мы делаем такое небольшое путешествие. Значит, просто примеры какие-то, да? Я думаю, этот слайд был долго открыт, и все уже его прочитали по нескольку раз, поэтому мы не будем его читать. Упражнения мы делать не успеваем. Мы просто разберем какие-то примеры, да? Так там. Двора и Давид прожили вместе 18 лет, у них двое детей. Кот Двойры, вот посмотрите, вот как написано, да, у Агизиса, вот у этих, Эхэскеля и Рут, Маданес. Маленькие буквы, всегда 4 буквы. Если какого-то витамин, какой-то витамин отсутствует, то там стоит прочерк. Такое тоже, к сожалению, бывает, что нет витамина. Ну, то есть там 0,5% это считает, что нет. Если этот витамин есть, но его мало, то ставится маленькая буква. Если это сильный витамин, больше 10% ставится большая буква. Вот в данном случае у дворы Пи маленькая, Эй маленькая и большое, Ай большое. Вот это кот Двойры. Она учитель музыки, теплый, открытый человек, творческая натура, понятно, да, творческая натура и большое, Ай. Она организованная и активная, находит время для семьи, для работы, в ее личном ходе нет пропусков. Кот Давида. Пи Эй и Ай маленькие. Пи Эй большие и Ай маленькие. У него свой небольшой бизнес, он очень активный, небольшой свой бизнес. Странно, что у него и, конечно, маленькая, но такое тоже бывает. Представляете? Несмотря на свою увлеченность работой, он умеет откладывать дела и то, что человек имеет свой бизнес, это уже говорит о том, что и у него должно присутствовать. У него свой небольшой бизнес, он очень активный, организованный и целеустремленный человек. Несмотря на свою увлеченность работой, он умеет откладывать дела и уделять время близким. Выходные он проводит с семьей на шаштыках, ходит с детьми на хоккей, и в его ходе также нет пробелов. Смотрите, витамины семьи теперь, которыми располагают, большие буквы, это те, которые располагают, это, значит, большие буквы. У них все большие буквы есть. И Пи Эй и Ай. Дефицит витаминов отсутствует. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Да. Видите, как они подходят друг к другу? Пи Эй у него и И Ай у нее. Все. Двора и Давид просто отлично. Да, хороший прогноз. Способный, прогноз замечательный. Вероятный раз Двора прекрасно играет, про Лея, Давид Пи Эй. Каждый на минимальном уровне справляться с оставшимися ролями. Все. Супруги хорошо дополняют друг друга. Вот это, то, что мы говорим про команду, да? Команда это когда люди вот как пазлы как бы, да, дополняют друг друга и делают единое целое. Вот мы видим, как здесь присутствует команда. Люди дополняют друг друга очень хорошо, просто идеально. Вместе они идеальны. По отдельности, это то, что мы говорили вначале, по отдельности каждый из них не идеален. У них есть пробелы. Пи Эй у Двора маленькие, у него и Ай маленькие. Но вместе они идеальная пара. у них все витамины есть. Они могут преодолеть любые трудности. То есть, смотрите, да, у нас, мы как бы, когда проводим уже такие тренинги, вебинары, и вот мы начинаем как раз такой делать тренинг, квест-отношения с 1 ноября, где это будет по 2 часа вебинар, и где мы делаем упражнения, именно разбираем, да, то есть, это не, обычно, когда такой делаем интенсив, сейчас проводим интенсив по прощению, под шувей, как подготовиться к прошу шанат, поставить свои, создать свою миссию на следующий год, там был интенсив по самооценке, то есть, мы там отрабатываем, то есть, есть маленький урок, есть задания каждый день, и есть упражнения, которые вы выполняете, и все время идет с обратной связью. Поэтому, тогда как бы мы можем больше на это время уделить, и на каждую тему отдельный урок, и отдельно мы это, так скажем, да, потихонечку все это разбираем, чтобы можно было это useful, чтобы это можно было использовать, и, так скажем, попрактиковать, и здесь все варианты могут быть разные, да, могут быть, а какая-то буква отсутствует в семье, тогда какой прогноз, если вы это понимаете, если вы это знаете, тогда вы понимаете, вам нужно привлечь, допустим, если отсутствует витамин Ай, мы должны привлечь психолога, семейного консультанта, а чувствовать витамин Ай, или мы сами с этим занимаемся работой, или мы кого-то привлекаем, для того, если мы хотим сохранить семью, и понять, когда там дальше расти, развиваться, и использовать и использовать друг друга, то есть когда мы используем друг друга, получается действительно цельная, ну, может быть, идеальная, в любом случае, это команда, которая приходит к той цели, которую ставим себе, как семья, и это тоже нужно обозначить общие цели семьи, это очень-очень важно, иметь общие цели семьи, которые объединяют партнеров, и они знают, куда они идут, обладают общими ценностями семьи, что мы хотим передать детям, это вот, так скажем, такие уже отдельные тренинги, мы их и проводим, и консультируем пара, кому какие-то такого плана, у нас 13 сентября будет еще один вебинар, это бесплатный, вы можете зарегистрироваться, да, вот на Теплинк, 13 сентября в 7 часов будет этот вебинар он бесплатный, система облицов тренировок для развития отношений, а вот интенсив, он уже будет платный, записывается, там у нас будет такая уже тренинг, то есть это уже такая закрытая группа, а сейчас я хочу немножко просто синтегрировать, и потом мы ответим на вопросы, и те, кто уже не первый раз, знают, что сейчас будет, примерно, каждый раз что-то новое, я бы хотела попросить вас, чтобы вы сейчас просто заняли удобное положение, сели, расслабились, займите удобное положение, вот просто вот 2-3 секунды, позвольте себе расслабиться, позвольте себе отвлечься от всяких мыслей, попробуйте почувствовать свое тело, обратите, пожалуйста, внимание в разницу ощущений вашей правой и левой руки, почувствуйте вначале правую руку, потом почувствуйте левую руку, обратите, пожалуйста, внимание на ваше дыхание, вдох и выдох, вдох и выдох, обратите, пожалуйста, внимание, как двигается ваша грудная клетка, как подергиваются веки глаз и как приятная и теплая волна проходит по всему вашему телу, сверху вниз и снизу вверх. И сейчас я вас приглашаю в интересное путешествие. Попробуйте вспомнить какой-то опыт, какую-то ситуацию в своей жизни, когда вы были очень-очень такой работоспособной, вы настолько были чем-то увлечены, находились как бы, в состоянии потока, забываясь в туалет сходить. Может, это было с детства, с юности, или это было недавно. Что-то такое делаешь, вы настолько этим увлечён, этим процессом то, что вы делаете. Вы хотите получить вот этот результат, к которому стремитесь. Очень это не просто состояние работоспособности, это состояние, когда находишься в потоке, когда вот просто всё как по маслу, всё получается, настолько ты этим увлечён, ты этим горишь. Вспомните такой опыт в своей жизни. Это может быть всё, что угодно. Какой-то проект связанный с работой, а может быть вместе с детьми готовили шлок, манот на пуре, а может быть выстроили сукой, может быть ещё какие-то вещи, которые вы делали. Когда не замечаешь время, ты очень увлечён своей работой. Вот это состояние нахождения в потоке. Как вы его ощущаете в теле? Как вы это чувствуете? Запомните это состояние, где оно находится в животе, в груди, и в голове. А теперь вспомните, пожалуйста, такое состояние, когда вы мечтали и фантазировали о чём-то. Может быть, просто сидели в школе за школьной партой, или просто в кресле, или ехали в автобусе, или за рулём, летели в самолёте. Когда вы просто что-то мечтали и фантазировали о чём-то. Вспомните, может быть, свои даже детские мечты, о чём вы мечтали, что вы хотели. Вспомните это состояние, когда вы просто фантазируешь, мечтаешь и что-то придумываешь. как ваше тело знает, что вы сейчас фантазируете и мечтаете. Где это состояние находится в вашем теле? Какие это ощущения? Это какая-то приятная волна разливается по телу? Или это какое-то что-то крутится? Какие-то ощущения такие покалов? Как это происходит и где они происходят в теле? Теперь попробуйте вспомнить такое состояние, когда вы смогли с чем-то поделиться и в чём-то уступить и таким образом сохранить гармоничную атмосферу, сохранить какое-то спокойствие, сохранить мир в той ситуации, в какой-то ситуации. Это может быть всё что угодно, поделились какой-то игрушкой в песочнице или просто кому-то уступили, что-то проговорили или что-то помогли и так далее. Но это состояние, когда вы чем-то поделились, уступили для того, чтобы сохранить мир. И вам от этого было очень-очень хорошо, вы получили удовольствие вы получили удовлетворение от того, что сохранилась приятная, хорошая, гармоничная атмосфера в доме или на работе, в какой-то ситуации. Вот это состояние удовлетворения от того, что здесь есть мир и покой и гармония. Как вы это чувствуете и насколько вам нравится это состояние? Как вы выглядите? Смотрите на себя со стороны. Какое выражение лица, какой ваш взгляд, какой тон голоса? А теперь попробуйте вспомнить такое состояние, когда вам очень что-то хотелось, вы это заранее запланировали и вы это очень-очень ждали. и тогда вы всё спланировали, вы встали заранее, вы встали, всё сделали вовремя, всё приготовили для того, что вы хотите, хотели сделать. Например, может быть, вы планировали и пошли на какую-то, не знаю, рыбалку, какое-то путешествие, какую-то экскурсию или какая-то поездка в лес на шашлыки. Вы это всё заранее спланировали, вы это знали, вы к этому приготовились, вы всё сделали вовремя, вы всё себе записали, что вам нужно взять, и вы всё положили в рюкзак. Вот такое состояние очень большого желания, и всё было организовано и чётко. вот это в состоянии такого удовлетворения, что такой, да, я молодец, я всё организовала, всё сделала, всё правильно. Как вы это ощущаете в своём деле? На что похожи эти ощущения? Насколько вам это нравится? И любое из этих состояний, которые мы сейчас брали, вы всегда можете к любому этому состоянию обратиться и активизировать его. Каждая клеточка нашего организма помнит все состояния, которые когда-либо были у нас в жизни. И это наши все четыре вот эти такие, да, четыре витамина, это вот наши разные состояния. Мы можем использовать любое из этих состояний, активизировать в нужное время, в нужном месте и пользоваться этим, и использовать для того, чтобы развиваться, расти, строить гармоничные отношения со своими близкими. таким образом становиться и приходить, становиться ближе к Всевышнему. И тогда мы помогаем своим близким идти их дорогой, а они помогают нам идти по нашей дороге. И у нас есть какие-то свои общие цели, цели нашей семьи и наших близких с нашими партнерами. и взаимодействием помогаем друг другу приближаться к Всевышнему, чтобы все могли реализовать тот потенциал, который у нас заложил Всевышний, прийти у каждого к той цели, к той миссии, которую вы себе поставили, которую нам дал Всевышний. И чтобы это совпадало и получалось, вы можете использовать все эти состояния и активизировать их в любой момент времени, когда вам это будет нужно. А сейчас вы можете вернуться на свои стульчики, на свои креслица, диванчики, кровати, кто как, и снова почувствовать свое тело. И у вас есть столько времени, сколько вам необходимо. и открыть глаза, вы обязательно улыбнитесь. У вас есть столько времени, сколько вам необходимо. И открыть глаза, вы обязательно улыбнитесь. Если кто-то хочет поделиться впечатлениями о сегодняшнем вебинаре, какие вопросы, пожалуйста, пишите или задавайте слух. Спасибо вам большое, впечатления самые наилучшие. Есть вопрос, может ли человек насильно выработать в себе отсутствующий витамин, если видит, что отсутствие этого витамина Значит, если кто-то хочет присоединиться к нашим группам по отношениям или вот то, что у меня есть группа по прощению, по самооценке, я сейчас попрошу, Фаин, поставь, пожалуйста, вот эти линки, у меня есть Фейсбук, Инстаграм, топлинг, есть Ютуб-канал, очень интересная есть беседа с Рабанит Хавой Куперман, где мы проводим вместе такое интервью, беседа, очень интересная как раз про отношения, там есть три беседа про отношения, вы можете их посмотреть, они есть, какие еще есть вопросы, кто-то хочет еще на консультацию, вы можете или напрямую с нами связаться, или написать ваш организатор нашего сегодняшнего вебинара, все, какие вопросы? Суралеевы меня слышат? Спасибо, Асан. Может ли человек насильно выработать в себе отсутствующий витамин? Это то, что мы сейчас немножечко Если видеть, что отсутствие этого витамина реально мешает ему жить. Да, сто процентов. Здесь не слово так насильно, я бы его заменила на осознанно, и осознанно, если я хочу этим заняться, отсутствует витамин В, значит, доводить дело до конца, отсутствует витамин А, например, я понимаю, что сразу если я сейчас займусь банковскими счетами, из этого ничего хорошего не получится, но я могу заняться тем, что я планирую кого я хочу приглашать в гости, меню записать, расписать время, когда я хочу что приготовить, составить список, что мне нужно купить, и так далее, каких-то, допустим, или какой-то ивент планировать, да, мне в этом плане проще, я это как бы все-таки, да, есть какой-то у меня там витамин А, но сразу пойти в банковский это нереально, да, постепенно, допустим, записывать, отделять там 10 процентов, то есть постепенно ставить себе какие-то маленькие цели и тогда это придумывать. Витамин И, значит, что-то креативнее, сам мне можешь придумать гугл в помощь, как можно что-то, там, не знаю, свидание, так далее, можно придумать всякие, какие-то чековые книжки, желание, да, подарить партнеру, какие-то что-то сделать, взять, выйти, не знаю, на две автобусные остановки раньше или позже, пройти пешком и посмотреть какие-то другие места, всегда ходите в это кафе, взять, пройти в другое кафе или даже просто поиграть, залезать своему партнеру в глаза и ходить за ручку на червяную сторону в другую и какие-то такие интересные новые ощущения можно получить. Например, в Израиле есть потрясающие два музея, один, это который ты там ничего не видишь, который там и проводит экскурсии слепые люди, где там полная темнота и ты все на ощупь изучаешь, там есть разные комнаты, есть там морская, есть там какие-то, значит, овощи, фрукты, ты вот только-только, действительно там абсолютно ничего не видно, только на ощупь ты все можешь почувствовать, да, и так далее. То есть, вот есть, получать какой-то новый интересный опыт. Вот, наверное, выработать витамин Ай сложнее всего дать какое-то задание, как вот это взять, уступить, как договориться, как выслушать, ну, наверное, с чего нужно начать, это может быть эмпатию. Управление эмоциями вообще. Да, управление эмоциями и здесь эмпатия. Я думаю, витамин Ай, это у нас есть вот такой, да, тренинг, можно почитать много всяких есть вещей такого по поводу эмпатии, постепенно, по чуть-чуть развивать вот это чувство эмпатии, это как раз поможет развить витамин Ай. Поэтому по каждому витамину, на самом деле, есть какие-то, можно себе поставить цели, задания, как его привнести в свою жизнь. Если коротко отвечать на ваш вопрос, да, возможно, повысить, если какого-то витамина отсутствует, повысить его присутствие, так скажем, у вас можно. Довести его до того, чтобы он стал вашей сильной, вашей сильной стороной, вашим сильным витамином, мне кажется, это невозможно. Насколько я вот читал и понимаю всю эту модель, это невозможно сделать его сильным, невозможно, если у вас он отсутствует. Но поднять его повыше, чем он есть, абсолютно возможно. Абсолютно. И даже нужно, как бы, чтобы это присутствовало. Особенно, если в вашей семье или у вас самих это ощущается, как то, что вам мешает, то, что его нет. Обязательно. Или его нужно как-то привнести извне. Как мы уже говорили, да, что есть такие моменты. У нас немножко, да, не хватило времени, да, вот разбирать, например, у мужа и жены, у обоих очень сильно витамин И, да, а витамин И отсутствует. Но вначале будет классно, будет хорошо, друг с другом весело, идеи там, да, такие фонтанируют. Но без витамина И эта семья распадется, система, если она просто, да, как бы развалится, невозможно, как бы, ну, должна быть какая-то организация, какой-то план, порядок, или кто-то на себя эту функцию возьмет, допустим, они взяли такого человека, который полностью ведет дом, финансы, и могут себе, так скажем, это позволить, тогда да, тогда это как бы реально, и это возможно. Полностью финансы, но как бы... Нет, то организацию дома, да, определенная организация дома, да, это здесь не только финансы, есть еще всякие разные моменты. Мы не слышим о Витале. Да. А она пишет какие-то есть вопросы. Нет, если есть вопрос, чтобы люди сами зачитали, но мы фактически все вопросы, которые были, мы их уже, мы на них уже ответили. Если есть еще какие-то, ну, не видим. Ладошки я вроде не вижу, что кто-то поставил, потому что можно ладошку включить, тогда... Обычно Виталь завершает тренинг, да, но мы ее не слышим, просто, может быть, вы все слышите, а мы почему-то нет. не понимаем, почему это происходит. Вот она пишет спасибо огромное. Мы за вас тут загругляемся. Да. Мы не знаем, правда, Виталь, может, все слышат. Все слышат, мы почему-то не слышим. Все понятно. То есть, ну, может быть, мы дадим А Виталь тогда сказать? А сейчас меня слышно? Сейчас тогда мы не слышим, но... Окей. Я вижу, что все меня слышат, но, к сожалению, наши уважаемые спикеры не слышат. Окей, мы будем уже сейчас с вами прощаться, и спасибо большое, мишпахель винтов. Очень жалко, что они меня не слышат. Не слышат! Очень... Не слышат! Ура! Наконец-то! Было очень здорово, и всегда это так интересно, встреча с вами, она такая необычная, потому что вы пара, вы семья, и вы даете такие интересные... делаете такие интересные встречи для нас, и это, правда, это очень-очень ценно, и спасибо вам огромное, здорово, что у нас есть. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!